МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Коротко о главном. Грандиозное событие для верующих и большая ответственность для республики. Чувашия готовится к встрече святейшего патриарха. Уборочное состоится при любой погоде. Аграрии республики вышли в поля с новой техникой и надеждой на отличный урожай. Бриллиантовая высота. Чувашская прыгунья шестом бьет один личный рекорд за другим. Предстоящий визит епископа Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского Кирилла важное событие не только для верующих, но и для всех жителей нашей республики. Это будет первый визит патриарха в Чувашию. Временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев вместе с министрами и митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой обсудили подготовку к предстоящей встрече. К знаменательному событию готовятся с особой тщательностью. Важно учесть каждую мелочь. Помимо богослужений в программе визита патриарха, встречи и общения с паствой. И это требует дополнительных мер. Мы должны так подготовиться, чтобы все было хорошо. Ну и, конечно, призываю народ, чтобы все пришли. Такое событие особое. Дорогие братья и сестры, желаю вам вместе участвовать. И патриарх будет служить, и мы будем служить, и вы участвуете все в этом торжественном моменте при встрече патриарха. Святейший патриарх Московский Кирилл с рабочим визитом прибудет в Чебоксары вечером 1 августа. Ожидается, что он посетит Покровско-Татьянинский собор в Чебоксарах, а в воскресенье 2 августа он возглавит совершение божественной литургии в соборе святого князя Владимира в Новочебоксарске, а также совершит чин освящения закладного камня в основании храма в честь преподобного Сергия Радонежского. В эфире национального телевидения «Чуваши» запланированы прямые трансляции этих событий. Сегодня же временно исполняющий обязанности главы республики ознакомился с работой открытого акционерного общества «Химпром». Михаил Игнатьев побывал в цехе по производству перекиси водорода и пообщался с его сотрудниками. Подробнее об этом в завтрашнем выпуске информационной программы «Республика». Рождаемость в «Чувашии» превышает смертность, однако показатель последний несколько увеличился. С чем это связано и какие меры предпринимаются по снижению естественной убыли населения, обсуждали на женедельном совещании временно исполняющего обязанности главы «Чувашии» Михаила Игнатьева и правительства республики. Необходимо отметить, что показатель смертности увеличился в основном в одной категории – граждан от 85 лет и старше. Неудивительно, население России заметно постарело, так что это естественный процесс. Что же касается других причин, по-прежнему на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Их регистрируется больше и во многом благодаря тому, что жители Чувашии стали активнее проходить диспансеризацию. По словам министра здравоохранения Аллы Самойловой, сейчас первостепенная задача – повысить доступность к кардиологической помощи для населения. Немаловажную роль играет и профилактика. В рамках объявленного года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями наша главная задача – это формирование у каждого жителя здорового самосохранительного поведения. На сегодня в республике опять-таки стали привычными профилактические рейды сосудистый патруль, диспансеризация за счет мобильных центров здоровья. Что касается смертности от онкологических заболеваний, здесь наметилась тенденция к увеличению продолжительности жизни пациентов после лечения. Растет выявляемость на ранних стадиях. Кстати, недавно в онкологическом диспансере открылся телекоммуникационный центр, который связал специалистов из районов Чувашия, Чиваксар с московскими коллегами. Центр создан для усиления работы по диагностике и успешному лечению рак молочной железы. На совещании обсудили итоги весеннего призыва. В ряды вооруженных сил из Чувашии отправились свыше 1700 новобранцев. Всего же во время весенней кампании в комиссии были вызваны около 6,5 тысяч молодых людей. Явились почти 97%. Наблюдается тенденция к уменьшению количества так называемых уклонистов от призыва на военную службу. Так если количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу в 2012 году у нас составляло 3508 человек, то уже в 2013 году их было на тысячу меньше. Что если говорить про первый полугод 2015 года, то количество таких лиц уменьшилось практически на 50%. Призывной план выполнили все муниципалитеты. Наибольшее количество новобранцев отправлено из городов Чебоксары и Новочебоксарск, Батревского и Канарского районов. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии полным ходом идет уборочная. По данным Министерства сельского хозяйства, скошено более 7,5 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. На аналогичную дату прошлого года было скошено 13 тысяч гектаров. Среди лидеров хочется отметить, что хозяйство по уборке это хозяйство Яльческого района, скошено 2000 гектаров, Комсомольский 1800, на долю которых приходится практически 32% уборочной площади. Но наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур это Чебоксарский район 27 центнеров с гектара, Алькский и Вурнарский по 27. В Комсомольском районе убрано в общей сложности 42% зерновых культур, а по Чувашской республике всего 25%. В республике продолжаются работы и по заготовке кормов. Собрано 81 тысяча тонн сена, 182 тысячи тонн сенажа и 36 тысяч тонн силоса. Заготовка идет не только для нужд крупных сельхозтоваропроизводителей. Кормами, амино-сеном, соломой и зерном, по словам министра Сергея Павлова, расплачиваются за аренду с владельцами долевых земель. Гул комбайнов не замолкает ни на минуту. Пользуясь солнечной погодой, сельчане спешат наверстать упущенное. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев ознакомился с ходом уборочных работ в Цивильском, Канажском районах. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Хорошавин уже третий год как перешел на современную систему земледелия. Почва не обрабатывается, а ее поверхность укладывается специально измельченными растениями. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая система предотвращает водную и ветровую эрозию. Ее эффективность вначале, конечно же, вызывала много сомнений. В особенности данной технологии в чем? Он использует нулевые технологии, о чем мы говорили, обсуждали, обучали. Но в данном случае эта технология используется уже в реальной практике. Это тоже очень важно. Производительность труда выше, себестоимость самого зерна, уже продовольственного зерна ниже. И использование дорогостоящих, говорю, смазочных материалов на один гектар. По факту, в прошлом году у них было только 35 килограммов на гектар. У нас здесь хозяйство, которое два или три раза больше использует. Всего на его полях более 18 культур пшеницы. Работы хватает всем. К уборке урожая приступили совсем недавно. В этом хозяйстве стараются активно внедрять научные разработки. Наука наша краснодарская сделала очень хороший ответ американцам. То есть изобрели препарат, который позволяет в два раза сократить расход глифосата. В этом году мы на всех площадях его применили. Он работает, он действует. Соответственно, себестоимость обработки у нас осталась на уровне прошлого года. Вроде улучшается. Анатолий Федоров 7 лет назад занимался совершенно другим бизнесом. Но, видя, как пустую землю, решил заняться земледелием. Приезд Михаила Игнатьева пришелся на его день рождения. Но даже в этот день он работает и время не ждет. Надо убирать озимую пшеницу. Анатолий Федоров активно пользуется программой господдержки сельчан. Мы брали на пассивную субсидируемый кредит. 11 миллионов, по-моему, брали. Технику покупали субсидии на возмещение процентных ставок. Две-три ставки, рефинансирование. Вот если кредит брали 23, то субсидии там 17%. Еще один комбайн на подходе. В этом году косилку брали. А остальное у нас все это в прошлом году поступило. Три больших пассивных комплекса у нас. Два джандира, 11 метров шириной захвата. И один немецкий Квернеланд. Дийский пассивный комплекс. Вот мы засеяли с ним 3500 гектаров. Михаил Игнатьев и сам не удержался от соблазна посидеть за рулем современного комбайна. Компанию ему составил заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, механизатор Изосим Романов. 15,9% влажности – показатель, при котором нужно и можно убирать. Такой тест провели на полях Канажского района. В частности, в хозяйстве Евгения Терентьева. Всего пассивные у нас 800 гектаров. Из 800 гектаров мы сегодня пока убрали только 100 гектаров. Потому что только вышли. Второй день мы работаем. Второй день работаем. А зимой и кратчайшие сроки буквально через два дня мы уберем. Потом уже переходим на яровые. До яровые еще буквально пару недель, наверное, может быть, выйдет. Да, сенокосы закончили. Сейчас уже идет у нас работа по сенокосу. Второй укос идет. Подготовка почвы для озимовой культуры под урожай 2016 года. У нас уже почва подготовлена. Порядка 210 гектаров. Пока синоптики обещают хорошую погоду, сельчане будут работать без выходных. Совсем скоро на уборку урожая выйдут и северные районы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика. В Красноармейском районе прошло выездное заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Обсудили итоги первого полугодия и посмотрели, как работает новая техника на полях. В этом году уборка озимых и яровых зерновых культур идет быстрыми темпами, хотя погода сельчан не баловала. В районах задействованы 74 зерноочистительных и более 150 зерноосушительных комплексов. Готовность их почти 90%. В ряде хозяйств идет модернизация. Так, например, в Красноармейском районе закупили новую технику для плющения зерна, которая позволяет хранить урожай при высокой влажности. В 2014 году мы купили финскую плющилку Мурска. На сегодняшний день она нам очень нравится, потому что с ним можно из-под комбайна сразу зерно привезти, засыпать на эту финскую плющилку Мурска. Она заплющит, законсервирует и сразу положит в рукав. В один рукав лезет 100-120 тонн ячменя. Если ячмень, если кукуруза, то 120-130 тонн, чуть больше лезет. Она вот после двух недель сразу готовый корм, можно сразу скармливать скоту. Несмотря на то, что специалисты обещают неплохой урожай, все же многое зависит от того, насколько организован сам процесс. Провести уборку с наименьшими потерями – это основная задача для аграриев. На сегодняшний день 11 районов приступили к уборке урожая. Намолочено около 4 тысяч тонн зерна. Средний урожай – это 20,9 сантиметров с гектара. Если с прошлым годом сравнить, то это на уровне прошлого года. Если в целом так у нас будет продолжаться, то и погодные условия будут способствовать, то мы можем все-таки выполнить те планы, которые стали. Это 560-570 тысяч тонн зерна. В прошлом году собрали мы 554 тысячи тонн. В прошлом году в Красноармейском районе был построен зерноочистительный комплекс, куда поступает собранное зерно с полей. В среднем число сборов составляет 600 тонн в день. Как сообщает главный директор агрофирмы Теябинка, комплекс способен обработать в 50 тонн за час. Комплекс строили на свои средства, без кредита. И обошлось оно в районе 25 миллионов. И также в прошлом году валовка была в районе 10 тысяч тонн. И из-за нехватки мест хранения рядом с ушным комплексом строится новое хранилище. Общий квадрат 1700 с хвостиком. Для хранения от 4 до 6 тысяч тонн зерна. В ходе выездного заседания участники обсудили минимальные гарантированные цены на зерно урожая 2015 года. Ожидают, что мягкая продовольственная пшеница третьего класса будет стоить 8400 рублей. 8 тысяч рублей четвертого класса и 6200 рублей рожь продовольственная первого и второго класса. Елизавета Зайцева, Татьяна Белова, Олег Якимов. Республика. 17 миллионов рублей будет выделено Чувашии в 2015 году на софинансирование строительства и реконструкции дорог к деревням и селам, а также к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Всего правительство России планирует выделить на сельские дороги 4,5 миллиарда рублей. Их получат 52 региона страны. Согласно распоряжению, которое подписал Дмитрий Медведев, Чувашия получит 17 миллионов 334 тысячи рублей. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы устойчивой развитии сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Сегодня родителям солдат, погибших при исполнении воинского долга во время Первой Чеченской войны, были вручены ордена мужества. Тогда не было принято называть все происходящее в Чечне войной. 20 лет назад, выполняя боевую задачу по уничтожению вооруженных формирований в далекой республике, на улицах Грозного погибли четверо наших соотечественников. Всем, кроме одного, было не более 20 лет. Случилось это в новогоднюю ночь 1995 года. Дело в том, что 20 лет назад погибли наши боевые друзья, но мы не знали их в лицо, но я знаю, что мы воевали с ними на одной земле. И несмотря, что им было 18-19 лет, они отдали свою жизнь за целостность и за стабильность в России. Их личности установить удалось не сразу. Все это время родители искали своих сыновей. И лишь спустя несколько лет фамилии погибших были установлены. Спасибо большой родине, спасибо малой родине, что помнит, забыл своих сыновей. Ни Министерство обороны, ни государство в целом не оставляет ни одного случая. Мы все-таки находим возможность отметить, в первую очередь, этих военнослужащих, которые погибли при защите Отечества и поблагодарить родителей за воспитание достойных сыновей. У этих родителей есть возможность приходить на родные могилы. Многие еще числятся без вести пропавшими. Ребята из Чувашии выполнили свой долг, проявили мужество и героизм. Их будут помнить. Это Иван Быков, Алексей Владимиров, Андрей Дмитриев, Дмитрий Чкуров. Чтобы жителям Новочебоксарска не приходилось ходить, зажав на сыны, на биологических очистных сооружениях еще в 2011 году внедрили специальный автоматизированный комплекс по уничтожению неприятного запаха. Изначально оборудование работало на канадских реагентах. О том, как избавляются от неприятного запаха сейчас, в период санкций и импортозамещения, репортажи Ольги Пырочкиной. Растут камыши, плавают утки, летают стрекозы, квакают лягушки. Это не загородный пруд. Это один из шламонакопителей биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Когда данные шлама накопитель только ввели в эксплуатацию, здесь не то что уток, вообще ничего живого не водилось. С начала работы очистных, то есть 1967 года, весь осадок, который оставался в отстойниках, свозили сюда. В итоге его накопилось более двух миллионов тонн. Именно шлаконакопители в ветреную погоду доставляли столько неприятностей жителям Новочебоксарска. В последние годы метод переработки осадка на босс изменился коренным образом. Его перестали копить, а начали обезвоживать и сжигать. Накопленные ранее планируют рекультивировать. Заявка на включение в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба уже подана. Финансирование начнется с 2018 года. Ну а пока воздух очищают с помощью АКУНС, автоматического комплекса по удалению неприятного запаха. Был внедрен комплекс удаления неприятного запаха, который представляет собой дозирующую систему и систему распыления. То есть подаем специальный реагент, который разбрызгивается и нейтрализует образуемые неприятные запахи. Мы разбрызгиваем реагент, который нейтрализует такие запахи, как меркотаны, аммиак, сероводород. То есть он вступает в взаимодействие с этими веществами, и не то, что их заглушает, а именно нейтрализует. Реагент полностью безопасен, биологически разлагаемый. Раньше этот самый реагент был канадского производства, а теперь закупают российский. Он также соответствует всем требованиям и нормам безопасности. С помощью системы насосов, шлангов и форсунок реагент распыляют по всему периметру шлака накопителей, а это порядка 2 километров 800 метров. Работает система автоматически и в круглосуточном и периодическом режимах. Однако, чтобы попусту не тратить дорогостоящие материалы, комплекс включается по сигналу метеостанции при определенных погодных условиях. До тех пор, пока комплекс будет работать, новочебоксарцам не придется воротить нос. Разве что при шквалистых порывах ветра. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. В минувшие выходные в Чувашии произошло две крупные аварии. Еще одно ДТП случилось сегодня утром по Цивильскому. По сообщению ГИБДД Чувашии в Батревском районе, житель Татарстана на автомобиле «Опель» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Тойоте». В результате аварии один человек погиб, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. В тот же день на трассе «Вятка» произошло лобовое столкновение. Житель Новочебоксарска не справился с управлением, вырулил на встречную полосу и врезался в «Фольксваген». По инерции легковушка задела прицеп МАЗа. В аварии получили травмы три пассажира микроавтобуса. Водитель 14-й с переломами рук и ног находится в коме. А утром 27 июля в 7.23 на трассе М-7 водитель «Девятки» с башкирскими номерами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ с номерами Республики Татарстан. В результате ДТП «Девятка» превратилась в груду искореженного металла. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель и еще два человека госпитализированы. В Лондоне завершился очередной этап бриллиантовой лиги по прыжкам в шестом. В этом году в легкоатлетических коммерческих соревнованиях приняла участие всего одна представительница России. Анжелика Сидорова, которая в национальной сборной представляет Чувашию и Москву. Анжелику Сидорова в Чувашии помнит еще с командного чемпионата Европы, прошедшего в Чебоксарах. Тогда ей удалось повторить свой личный рекорд в 4 метра 70 сантиметров и поразить всех российских болельщиков. Прошел месяц и теперь личный рекорд Анжелики на стадионе после этапа бриллиантовой лиги 4.79. Этот результат позволил спортсменке подняться на вторую ступень пьедестала и уступить лишь гречанке. Сейчас легкоатлетка готовится к чемпионату России, который пройдет с 3 по 5 августа в Чебоксарах. Прийти на стадион Олимпийский и поддержать представительницу Чувашии может любой желающий. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин